Вот её наверняка придётся... Нет, Андрюха, вот так делать нельзя. Нельзя. Так ты загнёшь просто. Ты, во-первых, загнёшь заклёпку раз, то есть... Ну, не подходит, это, скорее всего, заусенец на этой самой... Нет, просто там заклёпку ты загнёшь, ладно, ты ещё деталь покорёшь. Да, деталь загрёшь. Да, то есть ты взял, подложил, не подходит. Ну, вот, в принципе, вот она нормальная, там просто маска не была снята. Вот. Клепать буквально одну короткую очередь, потому что пакет наверняка зазорный. Готов. Давай, стой, 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 стой. Давайте, я сосаю. Не надо стихать. Постой на поддержке. А, ну покажи. Да, покажи, как это должно быть, а то они усилить никогда не поймут. Сейчас он сильно давит. Да, ты давишь сильно. Готов? Готов. Давай. Стоп. Ну, ты вот, ну, в принципе, сделал всё правильно, но в первую очередь надо чуть-чуть короче. Просто вот сейчас вот обшивка тонкая, она пакет заполнен. Ну, в принципе, всё правильно. Готов? Готов. Готов. В последнюю очередь запомнил? Всё. Сильно давить не надо, то есть буквально просто, чтобы у тебя заклепка не отходила. Ты вот сейчас гнешь её практически вот, ну, давай вот здесь вот где-нибудь ещё засверлите пару дырок. Вот сейчас на консоли попробуем поклепать. То есть, в принципе, когда, ну, я говорю, есть такие вещи, которые я не знаю, как их там объяснить, больше, вот пока не почувствуешь. Да, руками. Ну, патрон просто. Ну, затяни патрон. Патрон нормальный, ну, или сверло там уже, знаешь, поэтому... Закончик сверла зажмите. Прокрутили они. А вот эти наши, они только бывают кратные чему-то, да, 2, 2 или они бывают... Наши заклёвки 2,6, 3, 3,5, 4, 5, 6. Ну, здесь всё надо тут найти. Понятно. А сейчас вот здесь трёшку. Нужно трёшку попробовать, да? Или это может сразу? Сразу меня алёт. Ну, если не будет хорошо. Давай, Злан, сейчас найдём. Давай идём. Или там у нас с анкерами никаких проблем нет? С анкерами есть одна тонкость, в принципе. Ну, сейчас я её вам на словах расскажу. Может быть потом... А может сейчас... У нас ещё некоторые места там ремонтные. Если там что-то стояло, при засверливании у нас размер мог уйти, например. При ремонте вообще правило такое. Заклёвка меняется на отверстие размер. То есть, если стояла и трёшка, то... А если... Зачем, если мы не испортили дырку? Всё равно. Она же всё равно создаёт радиальный нагрев. То есть, у тебя-то когда отверстие вынешь... А, то есть, когда засверливаешь, особо можно и не париться, да? Париться надо. Потому что, если не будешь париться, у тебя дырка будет уже... Так у тебя после заклёвки остаётся 3,2, 3,3 отверстия. А так будет все там 3,5-4. Вот. Поэтому высверливать надо всё равно аккуратно. Просто... Есть такие места, в которых, ну, просто... Там, ну, допустим, две обшивки 0,6. И склёпывать их заклёпкой 3,5. Ну, совсем неразумно. То есть, это у тебя просто... У тебя будет клопон, у тебя будет всё что угодно. Поэтому ты высверливаешь аккуратненько. И потом, вот ловя каждую заклёпочку, ты просто клепаешь, потому что она уже будет, ну, люфтить немножко в отверстие. Заусенчики снизу. Да, да. Вот. То есть, в принципе, говорю, то есть, если есть возможность, то лучше поставить следующий размер. Особенно, если там пакет большой или там что-то ещё. То есть, там, трёшку на 3,5 меняется. Ну, с анкерами, прежде всего, тоже. Потому что у них ноги закисшие. Ну, анкера, в принципе, там, они все стандартно приклёпываются на 3... Ой, на 2,7. На 2,6. На 2,6. Да. То есть, можно их... Не бывает ещё какие-то жирные анкера, по-моему. Но у них такие же отверстия. Они просто... У них алюминиевый корпус просто. И там... У них хитрая такая разрезная коническая втулочка внутри. Так нет. Если я её сильно раздрочил, эту дырку, то как я её клепать-то буду? Такой анкер. Анкер рассверливаешь. То есть, анкер рассверливают, да? Да. Рассверливаешь анкер под трёшку или там 3... Ну, 3,5 уже плохо получается. Вот. В принципе, конечно, вот если вы посмотрите, бывает на самолётах, там, на капотах, особенно, на таких вот местах, где много ремонтных. Там видно, чтобы анкер не попадать, старую дырку его с проворотом ставить. А, я замечал. Я думал, что они так криво, зачем они его за криво ставят? Ну, потому что, чтобы уже вот не ставить на разбитое отверстие. Ну, просто после одного-двух ремонтов там уже получается решето и, по большому счёту, надо вырезать кусок обшивки и ставить заплату. На её過tuе Ленинград 通ица